и приветствую вас вы не будете ругаться там парашкой обзывать и так далее и тому подобное а зачем ну вот слава богу давайте можем пообщаться на любые к вы не труситесь камера очень сильно я держу ее просто в руках ну и не знаю там если обопрете а то просто очень тяжело как-то сейчас нормально меня зовут алекс ну лучше немножко меня зовут александр город харьков меня зовут максим очень приятно да максима вы откуда луган луганск да максим есть что спросить сказать пожалуйста давайте спрашивайте я вам отвечу я могу вы вы если вы хотите спросить сказать что-то пожалуйста как у вас жизнь вообще давайте так и заднем с того ну я же думаю вы как-то знаете слушайте ну телевидение там пресса это все ерунда ну хочется услышать от человека живого который живет именно непосредственно там где он находится у нас последнее время такое явление таинственное называется укротучий стартуют раньше были обстрелы из-под белгорода бнр были обстрелы ракетами и обычно залп ну около десяти там восемь девять десять ну когда как но ясно и вот два обстрела последних стартуют ракеты и в воздухе взрываются вот последний обстрел был полтора дня назад ну не полтора дня но позавчера точнее хотел сказать и три ракеты просто упали ну как я не знаю взорвались и упали уже у нас здесь в полях не долетели харькова а вот эти вот около десяти штук то есть ну там и сколько их там взорвались вот над белгородом вот такое у нас я логи я логи выжил смотрите да как бы там ни было то есть как-то наша улучшается я к чему хотел сказать это хорошо это жизнь нашим окталу слава богу что хоть так слава богу смотрите да до четырнадцатого года естественно мы как-то жили да и жили и так же самое я в луганске жил да к примеру ну да я варькове жил да да вы в харькове жили и когда-то в свое время автобусу было у меня я ездил на барабашонар иногда ну как бы то не надо дать челноков естественно это было все да согласно как-то было это все они задавали когда-нибудь вопрос а почему это все происходит просто вот мне интересно я не знаю я хочу найти ответ этот ну я не знаю честно может кто-то мне объяснит некоторые там рассказывают вот так вот это вот так ну говорят что война началась да ну а не началась война а я думаю если не началась я как бы и спорить не буду нет нет а смысл я думал что война началась ну сначала это гибридная подождите вы меня если спросили так я же же да 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 вот то есть как-то я вот сейчас пытаюсь просто как-то сообразить ответить говорят что сначала гибридная война началась а потом вот уже год назад уже полномасштабная но кто-то раньше не война спецоперация а кто-то гражданская война ну как бы тут уже знаете как бы так как у телевизор смотрит да я вам клянусь да к примеру как бы там ни было да я люблю что вас что других но почему у меня родители с российской федерации они мне всю жизнь здесь прожили да я вырос именно в луганске в луганской области я служил в армии именно в одесской области ну в одессе да а к чему это вы рассказываете ну послушайте я просто хочу объяснить и хочу понять почему это смотрите до четырнадцатого года и как-то жил работал в россии до приезжал в луганск отдыхали и так же сама не да а потом война началась я же вам говорю конечно естественно ни с того ничего да а выше не наблюдали до картину такая которая происходила в принципе у вас и ее не было нет она была ну такая как как не было то у вас в харькове тут такое было да у вас чуть-чуть она жила а в луганске то было именно интереснее да ну мы же отбились тогда в харькове моторола вот у нас там засветил это не так он в харькове был сначала да да и же фото и видео моторола был сначала у нас а потом в донецк смотался красавец обстреливал местных жителей будил их с утра давайте так говорит извините меня пожалуйста вас перевел давайте так я был в грузии в том году это было это апрель послушать я вам просто хочу показать или разъясните что происходит смотрите я был в грузии у меня друзья там в зуде дежурь они всю жизнь прожили в городе стаханы знаете да это дуганская область конечно вот и там вы раздак примерно развивающийся такой центр на то время смотрите дальше я приехал к друзьям да естественно я иду в грузии иду грузию там много приехало людей беженцы не беженцы я не могу сказать да где справедливость ответьте мне вопрос идет женщина у нее двое детей да и она не может устроиться в гостиницу ну так как она с украины она не может устроиться в гостиницу да зато стоят машины до номерами но образно за 13 миллионов рублей за 10 миллионов рублей да они же за миллионы рублей было да но можно за гривен сказать я просто образом зачем давайте два доллара не меняет не меняет не хочу разъяснить справедливости нет никакой я сразу почему они живут примеру в гостинице а женщина с двумя детьми да которая уехала баблосы бабки деньги ну вот и каждый в детском садике я же думал вы взрослый человек я думал вы понимаете я начал понимать что каждый именно страна принимает у кого есть деньги с украины да у нас за бабки ну вы что ну вы ребенок что ли у вас в стаханове что разве одинаковое отношение к человеку в гостинице когда у него есть деньги когда у него нет денег нет послушайте ну есть разница конечно другая но у меня просто я вам клянусь я зашел в гостиницу в эту да вот клянусь зашел я в гостиницу эту зашел вот это как получается пока я кипиша там не поднял вы знаете там каха каладзе которую киевском динамо играл да вы знаете я плохо в этом разбираюсь ну слышал да что-то слышал там да вот и ну некоторые пользуются этим некоторые знаете ну такие вот дела я не понимаю почему вы это рассказываете почему где справедливость нету справедливости справедливости нету что ни с одной стороны что ни с другой нет нет справедливости не у вас его справедливости в стаханове его не наверное в грузии тоже разные отношения к людям с разными с разными деньгами владелец гостиницы я так понимаю он хочет заработать это же как заработать ну вы же не ребенок ну а подождите они с машинами с такими крутыми да но они если у человека машина крутая у него есть бабки я вам просто объясняю ну как трехлетнему а если женщина и без машины у нее может быть нету денег или мало денег ну кц знаете нет а тут в малиновых штанах ну два раза q до насчет этого да я с вами согласен так а причем тут я вам показываю да давайте так дальше вот все говорят да там примеру вот это вот рашка такая плохая там туда-сюда не хорошая замечательная россия или город в в этом самом город в европе рашка есть такой город не 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 ну вот есть сейчас вот именно россия но давайте россия россия да 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 российская федерация да конечно вы 70 километров от нее живете даже ближе ну да я вообще это же северная окраина города харьков 20 километров до границы я вам точно говорю вот вы же не уехали да вот нет я не уехал дети детей вывез троих сам остался да да блин вообще я вот честно не то что я вам сочувствую честно клянусь не надо мне сочувствовать ну как почему у нас конечно в харькове 5000 зданий повреждено по официальной статистике а из них 500 не подлежит восстановлению как говорят но мне лично сочувствовать не надо потому что конечно же это был и стресс первых дней я был в составе группы которая охотилась за прорвавшимися тиграми российскими вот видео есть у меня там ну дай бог у вас получилось дай бог получилось да вот я не говорю там что то есть мне не надо я наоборот это такой какой-то но это при всей трагичности ситуации вот лично мне как бы сочувствовать не надо единственное что что дети уехали я их уже почти год не вижу или хорошо тогда такой вопрос а как же вот примеру луганск в четырнадцатом году как вы отучите что в луганск в четырнадцатом году ну харьков отбился от этой гибридной войны а луганск нет поэтому харьков нормально жил начиная с четырнадцатом году ну там было конечно но как-то жизнь очень быстро на он нормализовалась получалось получается что таскать не не хватило то есть либо ума у вас либо какой-то решительности либо действия решительности не ума просто я вам скажу так все хотели в российской федерации все хотели ну вот я же ранее ума нет вот и получилось ну не не в уме дело а я вам объясню да давайте так вот смотрите к примеру был а российская федерация вас ноги вытерла и восемь лет только сейчас когда для того чтобы начать полномасштабную войну только вроде как кинули вам эту косточку приняли в российской федерации а до этого не признавала российская федерация даже вас а чего вы взяли подождите минутку а что вас признавали вы хотели в россию и вы восемь лет ждали пока россия вас к себе возьмет и она вас взяла только тогда когда было напасть более подробную информацию расскажу до выезжал человек да у кого есть родственники даже родственников не туда выезжали просто делали паспорта российской федерации заезжали обратно и они жили как граждане россии вы знали об этом вполне понимаю дождь ну вот конечно смотрите дальше я вам просто поясню да вот гражданская война да аус войне не дожили при порошенко да к примеру хороший для вас же был хороший президент наверно ну мы выбрали мы выбрали или вы мы выбрали мы выбрали да значит ваш президент ну наш президент мы выбрали нам в резидент хорошо а как же шон бизнес вел в российской федерации а он же ж я же говорю это все бабки баблосы а мы его за это кстати ругали говорили как липецкая фабрика но он потом только ее бросил что если вы не знали а вы знаете что с донбасса до через за беларусь покупал уголь украина да да потому что это бабки ахметов это занимался этим да а теперь смотрите продавали уголь хорошо продавали понятно что мы плохие безнравственные а что же вы продавали этот уголь а также знали куда они куда этот уголь продается или не знали подождите я же спрашиваю вы не ответили на вопрос как бы во вашем вопросе был такой посыл что мы плохие что покупали у вас что вы не а к чему тогда вы говорили это подождите а про уголе к чему вы говорили я я просто задаю вопрос выше выбрали президента правильный пресс-бизнес покупает уголь да ну пораженка я кстати говоря что-то он больше про конфеты да ну не только про конфеты там липецкую фабрику как бы ладно и такой можно вопрос а возможно было можно было в харькове этого избежали не 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 возможно да 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 в харькове мы харьковчане вот это вот этой гибридной войны мы избежали а вы нет почему а у нас а я не знаю почему вы данный момент нормально а у вас же нормально так я же говорю у нас харьков город герой хорошо тогда ну ситуация сейчас на данный момент нормально у вас вы знаете по сравнению с первыми днями войны вообще не сравнить я же рассказывал про укротучий рассказывал да да стартуют ракеты из белгорода за 10 ракет примерно как это хорошо вот послушайте измене нормальности да конечно а хотите я вам скажу так да можно было бы это все избежать были минске соглашение 3 вы знаете да вообще если бы у вас у нас в харькове то и никаких минских соглашений было не надо одну что у вас алькина грамота вообще а вы знаете давайте так я вам хотите еще немного потому что у вас как-то очень а конечно много тем набрасывается я конечно же интересно смотрите вы знаете что прекрасно было минске соглашение 3 да и план рамштайна минске соглашение 3 да вот хорошо было было бы сивой к бакете план рамштайна был ну что-то было подождите а минске соглашение почему зеленский не выполнил их например образа вы можете этот объяснить вариант так потому что вы не выполняли минске соглашение а я могу сказать был такой порошенко даст юлия тимошенко который сказал уже зеленский внимательно вы послушайте это говорю а потом будете говорить свое я вот было такое если ты пойдешь на минске с они зеленского если ты пойдешь на минские соглашения вот мы поднимем майдан вот и снимем себя с власти вот было почему сделал таки сучу говорил заявлял официально что российская федерация не собиралась выполнять минские соглашения кто такой сурков ну что вы не знаете об этом а не показывали по телевизору знаю тогда вот скажите меня вопрос да что вы от этого поимели ничего абсолютно так же самое как и я я же говорю мы отбили харьков четырнадцатом году и жили нормально чтобы поимели мы нормальную жизнь поимели в отличие от вас откуда вы знаете как я живу откуда не ну я же имею в виду не вас лично может быть вы нажились на этом может вы на этом кучу бабла не на ком ни на чем не наживайся просто вы горит я полагаю может ваша жизнь вот лично ваша безумно улучшилась а в луганске в общем в луганске и в части луганской области думаю что очень даже ухудшилась жизнь я так думаю вот мы и харьковчане так сказать добились того что у нас жизнь нормальная а вы луганчане добились того что у вас же дни нормальная несмотря на то что может быть у вас лично замечательно все получилось может быть кучу бабла на этом заработали я же не знаю я не зарабатывал я что ваша личная жизнь улучшилась ваша личная жизнь ну лично я вам много чего да есть возможности какие возможности есть пропаганда которая втирает что нет и у них личной жизни а я говорю есть так я же говорю ваша жизнь улучшилась ваша жизнь расскажет вам может как улучшить ну какие возможности у вас родители примеру российской федерации у меня открылись много возможностей какие возможности я не понимаю смотрите при президенте тот же самый кучма да там и так далее у меня не было ничего абсолютно не было вообще что за возможности у вас открылись у меня бабушка проработала послушайте у меня бабушка проработала именно на заводе цементных этих она всю жизнь то проработал что она заработала себе пенсию большое на пенсию заработала что она заработала еще кроме геморроя ничего абсолютно вышел в миллионнике городе жили правильно я так понимаю до полтора миллиона до войны подожди я вас спрашиваю что у вас за возможности вы мне прабабушку да это мои личные возможно я к вам спрашиваю вы сказали что у вас возраста безумно ваша личные возможности жизнь ваша улучшилась я спрашиваю это за у в чем улучшились ваши возможности возможности что за возможности 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 во всем вот честно во всем ну так что конкретно слушайте но давайте зайдем с того что так пример до 14 года можно сказать так ну 70 процентов ездили именно восточная украина харьков и так далее они ездили в россию зарабатывать деньги что нет вы хотите сказать ну кто-то ездил а кто-то набор они что-то 80 процентов ездили именно в россию зарабатывать деньги москва многие многие ездили ну не силу процентов это бред например удах примеру я не ездил в европу не ездили тоже про европу не ездил да ну вот видите вот а что вы могли заработать в 90-е там двухтысячные годы за ничего абсолютно но у меня просто беру и приоритеты науки ну возможно образование наука я просто как бы не стремился к тому чтобы что-то заработать вот ведь потому что есть примеру да вот у вас были родители да 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 естественно откуда-то корни у вас пошли да ну да это беспалый казацкий род слобожанский харьковщина да ну был какой-то капитал у родителей правильно у родителей у меня этот самый же раскулачили при советском союзе прадедушку моего прабабушку ну все равно капитал потом все равно как бы там не было он появился капитал при советском союзе капитал это в капитализме советский союз какой там капитал бы вышел да хорошо тогда давайте зайдем из того что 90-е годы подождите я все-таки пытался узнать про ваши про ваши возможности а вы все про капитал при советском все хорошо я уже понял что как бы и все ясно да ничего вам не ясно да 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 Продолжение следует...